Союз мотоциклистов Чуваши совместно с Общественным советом МВД по городу Чебоксара проявили инициативу и помогли благоустроить палату. Еще осенью байкеры при посещении Новочебоксарского медицинского центра обратили внимание на обычную больничную комнату, в которой жили дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Тогда для малышей они привезли подарки и необходимые вещи – памперсы, детское питание и другое. В ноябре месяце к нам обратился Общественный совет управления города Чебоксары по МВД и совместно с байкерами Чувашской республики, для того, чтобы провести какую-то инициативу, проявить какую-то безвозмездную помощь детскому населению или детскому стационару города Новочебоксар. На том мы и предложили, что можно отремонтировать, не то что отремонтировать, а благоустроить и создать более лучшие условия для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. А у нас их бывает в год, в течение, в год где-то около 40 детишек. Поэтому мы вот как бы это предложение тоже им сказали, они охотно согласились и в течение двух месяцев провели именно такой вот ремонт, замена даже стеклопакета и замена мебели для наших детишек. Ребята решили сделать в комнате ремонт, чтобы детям было радостно и комфортно в ней находиться. Среди мотоциклистов есть представители различных профессий – дизайнеры, мебельщики, установщики окон, владельцы хозяйственных магазинов. Так Галина по профессии дизайнер разработала проект, и команда приступила к его реализации. Когда создавался проект этой комнаты, я опиралась на природные мотивы. Они отображены как в отделке потолка, это небо, облака, крона дерева, так и в отделке стен. Это роспись имитирующая сказочные луга, цветущие деревья, сказочные домики. Вся роспись выполнена вручную. Также в палате были заменены окна на пластиковые и установлена новая мебель, дизайнерская люстра и яркие жалюзи. Отметим, что главной целью благотворителя было создать праздник для детей. Раньше представители Союза мотоциклистов посещали детские дома, вывозили ребят на экскурсии. А проект ремонта детской палаты был осуществлен впервые. Элементарно, даже когда подвозили свои материалы, грузотакси узнавали, что это благотворительность, и не брали с нас денег, понимаете. То есть помогали заносить, уносить. Все, кто был в курсе, все, кто знал об этом, все старались помочь. То есть это заслуга не только одного, двух, трех, пяти человек. Все помогали, все как-то, кто-то вкладывал душу, кто-то поддерживал. Даже иногда теплые слова поддержки – это тоже помочь. Дети, попавшие в трудную ситуацию, им и так тяжело. И хочется сделать для них хоть что-то светлое, чтобы после того, как они вышли отсюда, они знали, что есть светлое, есть прекрасное. Не только серые стерны и холодные окна, но и что-то прекрасное, сказочное такое. Вот именно это была наша самая главная цель. Большое значение имело и то, что в этой палате находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дети, которым как никому хочется верить в чудо. И находясь здесь, действительно оказываешься как в сказке. Елена Фирсова, Павел Андреев, Новости Новочебоксарска.